Болезни лошадей. Сейчас вновь возрастает спрос на спортивных лошадей, поэтому коневодство начинает менять свое направление. Рабочие лошади начинают отходить на второй план. Поскольку животные склонны к заболеваниям, то коневоду необходимо научиться распознавать, болен ли его питомец или здоров. При этом ни в коем случае нельзя назначать лечение самостоятельно. Для этого существуют специалисты, к которым следует обратиться при первых признаках болезни. Классификация заболеваний. Существует несколько видов контагиозных болезней и патологий, которые поражают животное неинфекционным путем. К заразным заболеваниям следует отнести бактериальные, грибковые, вирусные, инвазионные. Болезни лошадей, которые не передаются от животного к животному, делят на респираторные, связанные с пищевым трактом копытные болезни. Лошадь заразные болезни. Из болезней, возбудителями которых являются бактерии и грибки, стоит выделить сибирская язва, сап, мыт у лошадей, стригущей лишай. Сибирская язва этой болезнью может болеть не только лошадь, но и человек. Возникает она в тех областях, где есть и условия к заболеванию. У животных болезнь протекает очень быстро и в большинстве случаев нет никаких признаков того, что конь нездоров. Иногда симптомами язвы могут быть кольки у лошадей, запоры, кровавый понос. Остановить течение болезни практически невозможно. По истечении некоторого времени животные все равно ждут летальный исход. Болезни лошадей сапвозбудителем этого заболевания является бактерия псевдомонада. Помимо лошадей, она поражает верблюдов, ослов, животных, семейства кошачьих. Кроме того, это заболевание может поразить и человека. Сапвоз распространялся на территории России последний раз в самом начале 20 века. Заразиться этой бактерией можно только при контакте с больными. Патология выражается такими симптомами. Угнетенное состояние, кашель, выделение из ноздрей, образование лимфатических узлов в области носа, отечность ног. Выделяет три формы протекания заболевания – острая, перманентная, бессимптомная. Поражает поверхность кожных покровов, область носа или легкие. Как только возникают подозрения, что животное болеет сапом, у него немедленно берут пробы – глазную, внутрикожную, гиподермальную. Лошадь больная сапом диагностирование делается с помощью моленизации. Если подозрения полностью подтвердились, то в таком случае лечить коня очень опасно. Вместо этого его убивают и труп сжигают. Кроме того, всю ферму полностью закрывают на карантин, чтобы не разразилась эпидемия. Мыт-возбудителем данной болезни является мытный стриптококк. Возникает она в тех случаях, когда животное содержится в плохих условиях и при этом получает недостаточное количество пищи. Заражаются животные через конские навозы воздушным путем. Чаще всего болеют жеребята, взрослые особи являются носителями возбудителя. Патология проявляется в следующих симптомах. Лихорадка, потеря аппетита, выделение из ноздрей, кашель, фырканье, появление лимфатических уплотнений. Существует несколько форм заболевания. Типичное. Абортивное. Заболевание протекает в форме ренита, который проходит самостоятельно через неделю. В этом случае абсцессов нет. Атипичное. При данной форме заболевания возникают осложнения в виде невмонии. Метастатическое. Осложнениями данной формы заболевания являются абсцессы, которые возникают на поверхности, в мускулах, во внутренних органах. Болезнь протекает медленно, лечению не поддается. Животное погибает. На заметку. Данное заболевание длится на протяжении трех недель и при положительном исходе лошадь получает напряженный иммунитет. Если возникает осложнение в виде невмонии, то животное ожидает летальный исход. Во время диагностики заболевания следует провести сирологические и бактериологические тесты. Для лечения заболевания следует применять антибиотики. Чаще всего назначают пенициллин или цифалоспорин. Для ускорения созревания абсцесса применяется физиотерапия. Вакцинации против данной болезни еще нет. Если на ферме обнаружено животное с подобным заболеванием, немедленно объявляется карантин, улучшается качество пищи и проводится дезинфекция помещений. Стрягущие лишай данным заболеванием болеют в большинстве случаев маленькие жеребята, если они растут в сырости и грязи. Малыш начинает постоянно чесаться на морде, шель и боках, начинает выпадать шерсть, появляются ранки, на которых образовывается корочка. Данная болезнь передается к человеку при контакте с животным. Лекарственный препарат для этого заболевания – это антимикотики, самым эффективным среди которых является имоверол. При дерматомикозе лучше всего применять вакцину поливакт-М для лошадей, инструкция которой рекомендует вакцинацию животных проводить уже в 3 месяца от роду. Поливакт-М для лошадей – вирусные заболевания. У лошадей часто возникают заболевания, которые возникают в результате поражения вирусами. К таким патологиям следует отнести грипп у лошадей, ринопневмония у лошадей, вирусная анемия, лептоспироз лошадей, меглобинурия. Инфекционный энцефаломиелит. Грипп-патология возникает в результате заражения вирусом и секундарной микрофлорой. Проявляется оно через следующие признаки – высокая температура, кашель, потеря аппетита, выделение из глаз и ноздрей. На заметку, данный вирус не страшен для взрослого здорового человека, но опасен людям с плохим иммунитетом, а именно для пожилых людей и маленьких детей. Также могут заболеть лица, которые постоянно болеют простудными заболеваниями. Больных животных нельзя выводить на работу, им дают много пить теплой воды, есть только теплую пищу. Также вводят в рацион витамин С. Чтобы у лошади не возникли осложнения в виде пневмонии, воспаления копыт и перикардита, им назначают и медикаментозное лечение. Для лечения применяют антибиотики, среди которых выделяют бицеллин и осилицифалоспорины. Поскольку лошадь – хрупкое животное, то ей для лечения подойдут не все препараты антибактериальных свойств. По этой причине нужно строго давать только те лекарства, которые назначают исключительно для коней. Вакцинацию рекомендуется делать, но она не дает гарантии того, что питомец не заболеет на данную болезнь. Ринопневмония возбудителем заболевания является герпес. В результате протекания болезни беременные кобылы теряют плод. Болезнь проявляется следующими симптомами – потеря аппетита, насморк, конъюнктивит, кашель, аборты – на более поздних сроках рождаются. Жеребята, которые впоследствии погибают, плацента не обделяется в положенный срок – эндометрит, бесплодие. На заметку, у лошадей, которые перенесли данное заболевание, развивается иммунитет на некоторое время. Но поскольку он непостоянный, то необходимо проводить вакцинацию. Вирусная анемия возбудителем заболевания является РНК. Следует отметить, что кони могут быть носителями болезни, при этом сами не проявляя симптомов и не болеть. Но из-за кровососущих насекомых патология передается другим животным. Симптоматика данного заболевания – высокая температура тела лошади, сильное истощение, отечность, проблемы с сердцем, скрытые геморрагии. Заболевшую лошадь убивают и сжигают вместе с инвентарем, которым ухаживали за животным. Кроме того, подлежат утилизации навоз и подстилка, помещение требует дезинфекции. Существует еще и такое заболевание, как и на лошадей, то есть инфекционная анемия, которая может протекать как в острой, так и в хронической форме. Оценка здоровья животного инфекционной энцефаломии или патологии возникает в результате заражения неизвестным вирусом, который влияет на головной мозг лошади. Передается болезнь контактным способом или через насекомых, сосущих кровь. Проявляется в следующих симптомах – высокая температура, лошадь выглядит усталой, зевает конь, становится бойной, неадекватной и пытается вырваться. После появления первых признаков болезни через два дня наступает летальный исход. Тогда животное падает на бок и опрокидывает голову. Если болезнь протекает без симптомов, то после выздоровления конь получает иммунитет на всю жизнь от этого заболевания. Для лечения используют такие препараты, как гексаметилен титрамена 100-250 кубических сантиметров, глюкоза 400 мл, натрий и хлорида 200 кубических сантиметров. Вводится внутривенно. Кроме того, применяется там фарад для поддержания работы сердца и раствор сульфата натрия в качестве слабительного. Урину из организма выводят с помощью катетера. Ветеринар и лошадь – инвазионные заболевания. К этим болезням следует отнести случная болезнь – пероплазмоз, гельминтоза и странгелитоза лошадей, параскоридоз, гастрофилез, чесотка. Современным препаратом против некоторых из этих заболеваний может быть для лошад и краткой репеллент. Как аналог можно использовать гель, с помощью которого можно бороться против конных паразитов. Применение этих веществ может быть и с целью профилактики. Случная болезнь – это заболевание возникает после спаривания кобылы с конем. Проявляется на теле животного в виде круглых образований. Патология может протекать как в острой, так и в гармонентной форме. При этом после появления первых симптомов по прошествии нескольких дней, животное не может двигаться, так как его конечности парализуют и оно погибает. Развитие заболеваний протекает в несколько этапов, гениталии опухают, хребет выгибается и лошадь тяжело дышит, в области бедер начинают появляться узелки, зад и круп атрофируются. Начинает постепенно парализовать с конечностей дыхательные пути. Конь перестает есть, лечение в этом случае не проводится. Случная болезнь геэлементозы лошади, как и другие животные, не застрахованы от глистов. Признаки образования паразитов Тусклая шерсть, отсутствие аппетита, постоянное желание чесаться. Если паразиты заполняют дыхательные пути, животное может кашлять. Для лечения данного заболевания применяют специальную посту, которую кладут на корень языка. Незаразные заболевания К таким болезням следует отнести простуду, заболевания органов пищеварения, накоснику лошади, заподпруживание и патологии копыт, среди которых можно выделить казинец. Чтобы избавить животных от заболеваний им с целью профилактики следует давать кальфурмин. Дозы и нормы вещества нужно выяснить у ветеринара. Чтобы улучшить вид лошадиной шерсти в рацион вводят масло. Респираторные болезни Эта патология поражает дыхательные пути и может впоследствии перейти в осму. Такие болезни лечатся с помощью препаратов имеющих отхаркивающие свойства. Кроме того, следует делать лошади ингаляции. К респираторным заболеваниям у лошадей относятся их оболь. При хроническом кашле животного нужно помнить о том, что возбудителями часто становится пыль, плохая вентиляция помещения и высокая влажность. В подобных ситуациях нужно, в первую очередь, посоветоваться со специалистом. В качестве отхаркивающего средства лучше всего подойдет. Препарат спутолизин для лошадей Спутолизин колики Данная болезнь возникает в том случае, когда животному дают некачественные корма. В этом случае лошадь страдает от болей в кишечнике, а также спазма. Заворот ободочной кишки у лошади В результате заболевания животное ощущает сильные боли в области живота, которые невозможно снять. Лекарственными препаратами Лечение проводится оперативным методом. Болезнь копыт Самыми распространенными заболеваниями являются ламинит мокрицы лошадей. Ламинит болезнь возникает в результате ревматической инфламации копыта лошади. Болезнь может протекать как в острой, так и в гармонентной форме. Причины могут быть либо травматическими, либо метаболитическими. К травматическим относят ожирение. Большой вес давит на конечности с большей силой, в результате чего происходят изменения в башмаки. Мацерация В этом случае лошадь болеет из-за того, что постоянно находится на грязной подстилке, где обитает большое количество микроорганизмов. Лошадь постоянно находится на твердом грунте. Мокрец Метаболитические причины проявляются в следующем перекором животного. Постоянное кормление концентрированными кормами. Постоянное пребывание в навозе, колики, спазм, отравление лошади пищей и медикаментами. При ламините лошадь чувствует острую боль в ногах и начинает хромать. Чтобы избавиться от проблемы, делают следующее. Стелют сухую подстилку, в утреннее время скармливают лошади. Сухие корма лошадь не заставляет приступать к работе. Нагрузки на коня вводят постепенно. Кроме того, из медикаментозных препаратов используется мазь айнил. Мокрец Данная болезнь проявляется в следующих симптомах. Трескается кожная поверхность в области копыт. Раны заражаются болезнетворными бактериями. Появляется гниль, язва становится большей, конечность воспаляется, лошадь начинает хромать. Важно, чтобы вылечить животное от данной болезни, в первую очередь убирают помещение и застилают пол свежей почтилкой. Раны нужно помыть, обработать антисептическими кремами. Одним из эффективных препаратов для лечения является фенилбутазон для лошадей. Крем ализан для лошадей для лечения суставов должен помочь животному вылечиться. Эта мазь для лошадей от боли в суставах отлично справляется с заболеваниями конечностей животных. Поскольку это средство не должно быть слизаным, то лучше всего его обвязать льняным бинтом. Чтобы иметь у себя красивых и здоровых лошадей, необходимо создать им хорошее условие для проживания. Если у питомцев будет чистое помещение, они сами будут чистыми и ухоженными, кроме того сытыми и не испытывающими жажды только в этом случае кони не будут болеть. О болезнях коней был написан реферат, презентация которого проводилась в Пензенском университете. Продолжение следует...